Целый ряд прорех в инфраструктуре мешают Европе избавиться от зависимости от российского газа, пишет The Financial Times. Как отмечают авторы статьи, сегодня ЕС возвращается к тем проектам, которые раньше отвергали из-за их сравнительной дороговизны. Так, например, несколько десятилетий, в течение которых Евросоюз стабильно импортировал российский газ, поставлявшийся с востока на запад, у частных энергетических предприятий не было существенных стимулов для того, чтобы создавать избыточные мощности. Теперь же все больше внимания уделяется вопросу о том, как можно получать СПГ из таких стран как Соединенные Штаты и перекачивать энергоносители с запада на восток в страны Центральной и Восточной Европы. Ну, в общем, идея, как обычно, красивая, пока не начнешь смотреть нюансы. А там выясняется, что в мощности СПГ Еврокомиссия сейчас просто банально хочет залить столько же денег, сколько еще недавно витриные мельницы и солнечные батареи, про которые теперь, правда, кажется, только и помнят разве что наша редакция. Но у всего действия есть одна проблема – освоить бюджет и напечатав предварительно больше и еще больше евро, Евросоюз еще какое-то время, безусловно, сможет. Однако дальше начинаются детали, потому что, например, Россия может поставлять СПГ, а вот резко нарастить мощности те же США, как не пыжились, не получилось. Хотя врать не будем, одного они точно добились для местных простых Мэри Джона, а также для их же заводов голубое топливо, как и бензин, стремительно растет в цене. А также пока Берлин вроде бы в лице Олафа Шольца раз пять и это как минимум уже победил Москву, оказалось, что импорт ФРГ из России вырос на почти 80% из-за роста цен на сырье вопреки санкциям Запада. Причем Германия стала платить за российские товары в два раза больше, несмотря на сокращение объемов торговли и постоянные заявления политиков, что наказание Путина и коллапс экономики Кремля неизбежен. И в это же время какие-то сумасшедшие суммы штаты выделяют для якобы помощи стране самых смелых президентов, хотя у самих проблем столько, что надо отдельный выпуск делать. Правда, ясно одно – все это далеко не конец истории. Друзья, у нас радостные новости. Пошел третий месяц работы канала «Не конец истории», при том, что YouTube отменил монетизацию в России. И все эти недели мы работаем с вашей помощью, которую ценим и приносим вам самые горячие благодарности. Причем, новостей стало так много, что мы запускаем третий ролик в день, чтобы вы знали все. Однако при этом хотим напомнить, что все это – работа монтажеров, автора-редактора. Так что даже 50 рублей, что вы будете переводить нам на постоянной основе, если вас будет много, пожалуйста, не думайте, что пускай это сделают другие, помогут нам и дальше радовать вас свежими новостями. В нашем это пишут зрители в неповторимом стиле. Заранее спасибо. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Вместе победим!